Приветствую вас и если ответить коротко на ваш вопрос, то да, можно, можно построить что-то серьезное, но для того, чтобы это сделать, необходимо выполнение хотя бы одного из условий, а именно, что это условие? Первое условие это отсутствие комфорта, то есть я так понимаю, что вы хотели бы построить что-то серьезное, но все упираются в мужчину, то есть мужчина, парень не очень хочет строить что-то серьезное, и поэтому вы, собственно, обратились к нам. Значит, смотрите, какая получается вещь. Дело в том, что если мужчина не будет получать того, что она хочет, и будет получать только при том условии, если вы, ну, если вы будете ставить ему такие требования определенные, у нас будет что-то с тобой серьезное, и я буду давать тебе все, что ты хочешь. Или мы не будем, как бы, не будем строить ничего серьезного, но при этом ты не будешь получать того, что ты хочешь. То есть я надеюсь, что вот эта вот мысль, она вам ясна. И я надеюсь, что вы достаточно хорошо ее поняли, потому что до тех пор Бога мужчине выгодно то, как у вас отношения развиваются на данный момент. До тех пор Бога мужчине удобно, но нельзя говорить, к сожалению, о том, что он, то есть мужчина будет как-то стремиться к серьезным отношениям. Вот это первое и самое главное условие. Следующий момент, который в обязательном порядке нужно сказать, это момент желания мужчины. То есть если у него желание быть с вами есть, то можно что-то построить. А вот если у него желание быть с вами, я имею ввиду, как бы, в качестве серьезных отношений, да, нет, то тогда вы и построить ничего с ним не сможете. Потому что против его воли сделать вряд ли что-то мощно. И, в принципе, на этом можно закончить ответ на ваш вопрос в целом. Но мне бы хотелось немножечко еще добавить то, что вы можете, в принципе, построить отношения с мужчиной, даже если у вас не выполнены ни одно из этих условий. Так, спросите вы им, и ответ на этот вопрос я постараюсь вам дать. Значит, чтобы, чтобы построить отношения с серьезным мужчиной, вам нужно перестать друзить с ним, перестать давать ему то, что он на данный момент от вас получает. И постараться, может быть, больше думать о себе, постараться, может быть, больше думать о том, что чувствуете вы. Если, например, вас не устраивает такая ситуация, когда мужчина с вами дружит, проводит время, занимается с вами сексом, но при этом ничего серьезного вам не дает, то ему об этом нужно сказать и сказать прямо, и тогда, тогда, я думаю, вы сами для себя ответите на этот вопрос. То есть, если мужчине вы интересны, как женщина, то он, конечно же, сделает какие-то шаги для того, чтобы с вами все-таки быть. Если вы мужчине не интересны, то, соответственно, никаких шагов он делать не будет, и вы из этого вполне легко сможете заключить, что вы ему не интересны вообще, как женщина. Это значит, что он просто вами пользуется, и не более того. В такой ситуации уже, в таком случае уже вам предстоит решать, либо вы терпите это все, либо вы не забираетесь это терпеть, то здесь все зависит исключительно только уже от вашего желания. Но, если будете продолжать вести себя так, как сейчас, то вряд ли в ваших отношениях с мужчиной вообще что-то изменится, потому что, надеюсь, понятно, да, если ничего не делать, то ничего и не изменится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.